Друзья, доброе утро! Как так? Вот как так? Объясните мне, пожалуйста. Я хотела сделать сырники красивые, чтобы их фотографировать, чтобы наслаждаться их красотой, чтобы они были вкусные. В итоге, реальность. Вот лох, лох. Это про кого? Так, друзья, первый завтрак был каша, второй завтрак у нас наши творожники. Непонятно, что это на самом деле и что из этого лучшего. Запеканка, говорят. Чай. Это заряжаемся прямо сейчас на тренировку новую. Идем, отрабатываем новые упражнения. Совсем скоро я вам расскажу о нашей программе. Настя расскажет о своей. И мы уже начнем по ней заниматься. Сегодня у нас еще одна тренировка. Просто понять, вспомнить и почувствовать. Погнали! Ура! Короче, Насте задоначили на концерт с Бузовой. Ну, может быть, не мне, но просто написали, что для поднятия настроения. Ребята, спасибо. Марина, Дианочка, привет. Я вас обожаю. Хорошего дня. Круто, что вернулись. И вот заноза. Спасибо тебе для поднятия настроения. Привет из Лапландии. Если это реально заноза из Лапландии, то это вообще что-то нереальное. В общем, как вы знаете, мы продолжаем якобы собирать деньги Насте на билет на Бузову. Заноза, спасибо тебе большое. И, друзья, если кто-то хочет так же донатить, вы можете поставить ссылку в описании. Мы не настаиваем ни в коем случае, но все равно мы будем передавать спасибо, если действительно что-то будет происходить на сайте Donationalist. Вот. Все, погнали на тренировку. Погнали, 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 погнали. Появилась еще одна идея. Друзья, вот пока монтировал, насмотрелись мы с Настей снова на наших маломутиков, нашего хорошего знакомого. Такие милашки. Да. В общем, Илюха, мы к тебе приедем, готовь собак, и будем с ними играть. Как вы на это смотрите? Хотите, чтобы мы с ними поиграли? Просто они такие прям хорошенькие. Они просто в клетке сидят, целый влог. Вот такие милашки. Да. Им жалко. Напишите, хотите ли вы, чтобы мы с этими маломутами поехали, погуляли. И Илюха, подготовь собак, помой их наконец-то. И, короче, мы с тобой встретимся совсем скоро. Все, друзья, наконец-то идем в зал уже. Все, все, сейчас точно идем. Погнали. Все, мы снова в зале. Сейчас разминочка. И покажем вам основную зону. Здесь зона кардио. Да? Да. Настюха пошла на вторую уже с сотками, ребят. Сотку. Кто-то вообще так может? Первый был в сороке, а сейчас сотка пошла. Давай. Давай. Все, я закончила. Пашка. Где Пашка? Пашка пошел в сауну. Отдыхай. Ну что, как? По кайфу? Ладно, отдыхай. Парень там на расслабоне. Я пошла переодеваться. Для того, чтобы через месяц вам показать результат еще более круче. Ну, точнее, выглядеть просто круче. Результат-то не будет круче. Мы пойдем сейчас еще в солярий. Чтобы быть красивыми, загорелыми, сочными. Чтобы мы были готовы к лету. Чтобы прямо вы сказали, о-о-о-о. А мы такие... Короче, полетели. Ой, как всегда, крестик забыл. Настя, на! Вот так вот. В инстаграме я делала вопрос, нужны ли вам рецепты. Очень много людей сказало, что да. И поэтому я буду делать сегодня пп-рецепт. Ну, для правильного питания. Буду делать кабачки с курочкой. В общем, это будет супер, я надеюсь. Потому что я делаю это первый раз. Сама недавно увидела этот рецепт. Так что сейчас проверим, и Пашка оценит. Так, что нам понадобится? Нам понадобятся кабачки. Лучше брать побольше. Но в магазине были такие маленькие. Поэтому буду делать с маленькими. Нам понадобится куриное филе, помидорки. Я взяла грибы. Взяла укропчик и сыр. Так, самое главное, нам сейчас нужно будет почистить кабачок и разрезать его. Убрать оттуда всю мякоть. Эту мякоть мы не выбрасываем. Ее мы будем отправлять зажарку. Просто сложные получатся лодочки, в которые мы будем накладывать начинку. Так, сейчас будем делать зажарку. Это пока все откладываем в сторону. Нарезаю кабачок мякоть. Лучше делать что-то мельче. Беру шампиньоны. Также нарезаю их. Помидорку нарезаю. И курочку. Теперь это все должно маленечко поджариться. И будем всю эту начинку раскладывать по таким вот нашим лодочкам. И отправлять в духовку. Немножечко поджарила. Уже готовы наши кабачки. Вот это все красоту. Я отправляю в духовку на 180 градусов 45 минут. За 5 минут до готовности посыплю сыром. Сейчас будем оценивать, как вообще вкусно или нет. Выглядит аппетитно, да? Ммм, кабачок вообще прикольный. Серьезно? Да. Он прям такой... Ой, ты не врешь. Он прям влажности добавляет. Ну все, тогда бегом кушаю. Бегом, бегом. Нас готовится секси фотка. При первой с Настей говорит, надо секси фоточку сделать. Я говорю, а ты готова, говорю, вообще секси фоточку сделать? Но она будет не такая секси, как вы думаете. Да, просто чуть-чуть секси фото. Ну и что? Да пипец, смотри. Селфи, значит, начинается. Сейчас, подожди. Я вообще не в фокусе, ты нормальный. Я вообще вон, ты нормальный. Вон что со мной, ты нормальный. Все так вот, типа, да. Короче, не моя идея, я не все, не буду ничего вкладывать. Всем привет, меня зовут Настя. Всем привет, меня зовут Настя. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы честно и не буду врать. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы честно и не буду врать. Да, хоть я и женщина, но я врать все равно не буду. Хоть я и женщина, но я врать все равно не буду. Ты сейчас поперхнулась из-за того, что ты женщиной, и ты врать будешь? нет почему вы женщины почему вы женщины и истеричке такие истеричке почему мы женщины такие истерички все зависит от мужчины рядом если он истеричка то его истеричка если он Паша, ты накачал губы? Короче, друзья, задавайте все ваши вопросы нам индивидуально, и мы будем выпускать индивидуальные ответы на вопросы вот в таком формате. Че ты фотками можешь сделать нормально? Так потому что я дома, долбаные белые стены, они меня уже достали. Что нужно сделать для того, чтобы было не домовые, не белые стены? Идти на улицу в дождь и фотографироваться в дождь. Ну, пошли. Погодка просто кал. Конечно, как-нибудь красивая. Все, у нее слезы, блин. А ты такая у тебя красивая. То, что я, видимо, постоянно говорю красивая, все, она, короче, заплакала. Привет, привет. Алина только что плакала, потому что, вид, ее назвала красивой. Вот значит, у нас такой социальный эксперимент. Подожди, социальный эксперимент. Что для тебя лучше, слово красивый или симпатичный? Красивый, наверное. Для меня тоже красивый. Паша платье. Почему? Почему платье-то? Для меня лучше красивый, больше, значит, чем симпатичный. Почему это, типа, такой, ну, норм? Для меня симпатичного можно назвать человека, даже, который внешне некрасивый, но он симпатичный. Знаешь, у него есть какая-то внутренняя, там, аура, там, знаешь, душа, еще что-то. Ну, да. Ну, допустим. А красивый, это красивый. Красивый, типа, вот просто. И ты назвал Алину симпатичной? Красивой. Я ее постоянно называю красивой. А тут она мне просто так вопрос нагло, знаешь, подвернула, что, типа, что для тебя лучше, красивый или симпатичный? Я говорю, ну, симпатичный. Я ей объяснила, и почему. А она заплакала, потому что я ее постоянно называю красивой. То есть, то, что она внешне, типа, красивая, а души никакой нет. Вы заметили, да? У нас сегодня была тема только что истерик. Да? Да. Типа, женщины истерички. Алина. Да все, я поняла. Все, нормально. Все, не истерички. Прошел сегодняшний день. Да. Кстати, лайфхак. Кто, как я, любит пожрать перед сном? Есть один вариантик. Если вдруг вы любите грейпфруты, то, знаете, грейпфруты можно отжрать. И сегодня мы советуем вам очень прикольный фильм. Мы вчера его посмотрели. Он свеженький. Называется «Ночные игры». Комедия. Стоять! Не надо. У меня дети. Какие дети с такой фигурой? О! Спасибо. О! 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 Нет! Он умер! Ну, а на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Мы прочитали ваши комментарии, то, что вы хотите все-таки обридеть в блоге. Даже если мы будем убираться, мы будем убираться вместе с вами. Все. Любим вас, друзья. До скорых встреч. Точнее, до завтра. Ведь сегодня было хорошо. А завтра будет лучше. Давайте. Пока-пока. Пока-пока. Да не ной, Настя. Слышишь, ты никогда ничего не делал? Ты недавно обсуждала со мной двух муж гей. Один любит по-настоящему, а второй подарки дарит. Кого ты выберешь? Да блин, ничего. Субтитры создавал DimaTorzok